Таджикистан Рахмон в своем выступлении на собрании по случаю дня таджикской милиции 10 ноября признал, что за последние 10 лет уровень преступности в стране возрос в полтора раза. Об этом пишет Азия+. Рахмон подчеркнул, что согласно статистическим данным за 10 последних лет в стране выросло число преступлений. Например, если в 2008 году в стране совершено менее чем 12 тысяч преступлений, то в 2017 году этот показатель составил более чем 22 тысячи. Только за 9 месяцев текущего года зарегистрировано почти 17,5 тысяч преступлений. То есть за 10 последних лет число зарегистрированных преступлений увеличилось почти в два раза, отметил Рахмон. Также он сообщил, что в полтора раза увеличились случаи совершения тяжких преступлений и краж, преступлений с применением оружия, незаконного хранения оружия, нарушения правил дорожного движения, а совершения других видов преступлений почти в два раза. Наблюдатели отмечают, что 10-летний период роста преступности совпадает с периодом активных действий режима по дисламизации общества, который выражается в искоренении любых видимых признаков соблюдения ислама и его ценностей. Таким образом, рост преступности является ничем иным, кроме как плодами политики режима. В Таджикистане с 1 октября начался осенний призыв на службу в рядах вооруженных сил страны. Такой промежуток времени всегда был и остается тревожным для молодых людей и их родственников. Основная часть молодежи не имеет желания служить в рядах вооруженных сил своей страны из-за неуставных отношений и дедовщины в армии. Что, в свою очередь, усложняет работу местных военных комиссариатов для выполнения подставленного им свыше плана по призыву. Но власти всегда находили альтернативные меры для выполнения плана призыва. В течение десятилетия проводились облавы по рынкам и улицам городов и районов страны для обеспечения количества требуемого планом призыва. Из-за жалоб и недовольства родителей и нескольких произошедших инцидентов власти решили отказаться от практики облав. Но проблемы с выполнением плана остались. Местные власти Ляхшского района на востоке Таджикистана придумали своеобразный способ решения этой проблемы. Как сообщает Радио Азади, нескольким селам в Ляхшском районе отключили электроэнергию из-за того, что не выполнили план по призыву в армию. Нас на целые 10 дней лишили электричества. В районном Хукумате открыто сказали, «Света не будет до тех пор, пока не отправите одного призывника в армию», сказал Радио Азади, житель села Кушакба, который предпочел остаться неназванным. По его словам, такая участь постигла и жителей сел Майдон-Терак и Оксой. В них также не нашлось молодых людей призывного возраста. В районной электросети подтвердили, что они отключили свет в селе Кушакба по личному поручению главы Хукумата Ляхша. Жители этого кишлака и в прошлом отказывались отправить призывников в армию. Такое отношение вывело из себя руководство района. С другой стороны, глава районного Хукумата является представителем президента, и мы должны подчиниться его приказам, сказал сотрудник РЭС. В городе Мары, а также прилегающих районах Марийской области, Туркменистана, полицейские начали проверять происхождение угощения на свадьбах, поминках и садака. Об этом пишет издание «Хроники Туркменистана» 12 ноября. Основное блюдо на подобных мероприятиях до грома. Накрашенные лепешки, мясо и лук, залитые бульоном. Также на стол подается большое количество хлеба. По словам источников «Хроники Туркменистана», в последнее время марийские полицейские стали интересоваться, откуда граждане берут муку на фоне дефицита. «Я давал садака, эти пришли и устроили целый допрос. Запугивали на глазах у людей, как будто это я виноват в том, что в стране дефицит муки», рассказал журналистам сельчанин, пожелавший остаться анонимным. Отметим, что дефицит муки и хлеба в Туркменистане наблюдается в течение двух последних лет. «То, что в самом деле ввоза нет, абсолютно уже последние осадки, сами продаем». Но, несмотря на дефицит муки в стране, провластные СМИ сообщают о том, что частные производители хлебобулочных изделий намерены начать экспорт своей продукции. Как передает Алтын Асир, производители хлебобулочных изделий Дашагутского Вилаята, обладающие европейским оборудованием, будут производить продукцию на экспорт. На днях телеведущая «Узбекистан-24» в интервью журналистам «Кун.уз» рассказала о работе гостелеканала, что, по сути, явилось разоблачительным заявлением по поводу существующей цензуры в Узбекистане. В частности, она затронула некоторые моменты. К сожалению, в узбекском телевидении сегодня есть сильная цензура. Мы работаем по старой системе, ничего невозможно изменить. Хотя с нас требуют работать быстро и оперативно, но в то же время подготовленные материалы проверяют несколько человек. Если эти проверяющие чем-то заняты, то материалы теряют актуальность. Мы говорим о свободе слова, но цензура все еще существует. Например, мы часто готовим репортажи с инвесторами. И когда инвесторы рассказывают о проблемах, с которыми они столкнулись, и нужна помощь в их решении, то мы переводим и озвучиваем эти слова, изменив контекст. В итоге получается, в Узбекистане проводятся великие реформы. Я очень рад этому. Разве это не ложь? Вы думаете, что люди этого не знают? Люди следят за интернетом и другими ресурсами. Они знают, что мы врем и насмехаются над каналом. На вопрос, не боится ли она, что после таких разоблачительных заявлений ее могут уволить, она ответила. Как человек, как журналист, преданный своей работе, я не боюсь, что меня могут уволить за мои слова. Потому что лучше уволиться с работы, чем всю жизнь жить с угрызениями совести, всю жизнь чувствовать себя виноватой перед зрителями. Следует отметить, что после прихода Мирзиоева к власти в 2016 году и до сегодняшних дней, ситуация в области прав человека и свободы слова остается почти неизменной. Мирзиоева к власти в 2016 году и до сих пор,